Далее в течение нескольких минут мы рассмотрим вопрос бюджетного оборудования и диджеинга с помощью мобильного телефона и некоторые технические требования к аппаратуре. Помните, наличие наушников у диджея это самое важное. Это как диджейская косметичка. Наушники с входом 3,5 миллиметра можно купить в любом магазине, который торгует электронной техникой. Давайте сейчас определим один термин, чтобы в дальнейшем вы не путались, что такое диджейский пульт и что такое диджейский контроллер. Контроллер это как дополнительная клавиатура к ноутбуку или дополнительная мышка, которая контролирует собственно приложение, встроенное в ноутбук, как-то примерно так. Диджейский контроллер это не самостоятельная система, она подключается к некоторому источнику музыки. Мы рассмотрим источники звука телефон, ноутбук или планшет, возможно. А диджейский пульт это самостоятельные диджейские системы, которые стоят гораздо больше и не входят в тему данного урока. Давайте рассмотрим первый вариант, с которым вы сможете начать и пробовать диджейинг. Например, телефон с мощным процессором плюс диджейский контроллер. Мне в инстаграме попадается вот такое вот видео. Можно, оказывается, диджеить с телефона, ну с мощным процессором, например, там айфон какой-нибудь средней модели. И к телефону докупается диджейский контроллер. Я набираю этот запрос в интернете и мне попадается сайт. Чтобы вы понимали, это не реклама, просто это один из способов, который попался мне. Вы можете выбрать любой диджейский пульт, который представлен на этом сайте. Подсмотреть, что подходит для вашей операционной системы, то есть Android или macOS. Вот. Следующий вариант старта. Попробовать диджейинг с ноутбуком. Лично я в подростковом возрасте, когда пытался практиковать диджейинг, я тыкал мышкой в программного обеспечения, то есть трактор. Я тренировал схему сведения от одного трека к другому с помощью мышки. Тыкал кнопку запуска трека, эквалайзер, крутил мышкой. Все это делал на экране ноутбука. Какой-нибудь стационарный компьютер или ноутбук. Обязательно используйте его для того, чтобы начать практиковать диджейский навык. Минимальные системные требования для ноутбука. Хотелось бы, чтобы азу было от 8 гигабайт. Но если у вас будет 4, вы столкнетесь с таким ощущением, что ноутбук вас начинает злить, потому что он начинает зависать. В случае с ноутбуком плюсом вам послужит сортировка музыкального материала. То есть в дальнейшем, когда вы будете практиковать диджейинг по моей методике, в других видео мы будем затрагивать тему сортировки материала. Это будет немножко неудобно делать в телефоне, но в ноутбуке самый раз. Но при использовании только ноутбука для старта скиллов не сможете использовать наушники для того, чтобы выработать привычку подслушивать сведения в наушниках. Вы просто нажимаете кнопки на ноутбуке так, как есть. И на случай, если вы уже замотивированы вложиться на долгий срок, то рекомендую сразу поддержанный набор MacBook с техническими характеристиками, которые я предоставлю вот здесь, или альтернативу на Windows. Поддержанные наушники. Выбор достаточно хорош. Рекомендовать ничего конкретно не буду. Пробуйте разные модели. Это нормально менять наушники и пробовать разные. Единственное, что сейчас я скажу, ищите наушники полузакрытого или закрытого типа. Наушники открытого типа используются звукорежиссерами для студийных работ. То есть это не диджейская тема. Есть отличия по входу. Это три с половиной миллиметра. А этот вход называется в простом народе большой джек. Если вы когда-нибудь собираетесь играть на диджейском пульте с флешки, то у них вход именно большой джек. А для вашего контроллера подойдет три с половиной миллиметра. И после рассмотренных вариантов, напоминаю, что это только мои варианты. И, возможно, вы найдете еще более выгодный вариант для вас, который будет подходить под вашу жизненную ситуацию и ваши возможности.